всем привет с вами канал мир вокруг тела бита сегодня у нас с вами рубрика машина 21 века и у нас на обзоре такой очень интересный представитель российского на такого покорителя бездорожья встречаем вездеход ямал в 6 м кстати говоря он действительно собран у нас в россии причем более того даже вот в подмосковном электростали то вот завод ямал спецмаш московского из города электросталь эти собирает легкие вездеходы вовсю и даже вот есть него полноприводные грузовики в качестве таких вот изделий и сегодня вот смотрим такой интересный колесный монстр для чего же он был собран и какие у него перспективы разбираемся ямал в 6 м предназначен для передвижения по слабонесущим грунтам снежной целине и пересеченной местности в условиях отсутствия дорог но собственно по колесам можно догадаться что в общем то эта машина сделана не для кольцевой автодороги такой грузовичок способен транспортировать до 25 тонн разного рода грузов включая топливо водителей и пассажиров он естественно очень длинный в сравнении с обычным таким камазом самосвалом ямал в 6 м превосходит его по длине практически в полтора раза его габаритная длина составляет 16 метров при этом он шире и выше обычного камаза зато клиренс под ведущими мостами составляет целых 550 миллиметров движение машина приводится дизельным двигателем Cummings ASLE C340 мощностью 330 лошадиных сил сочетается такой движок с механической коробкой передач ZF ну или автоматом от того же производителя в конструкцию включили дополнительную раздаточную коробку для привода среднего и заднего мостов она позволяет отключать задний мост для экономии топлива сколько же потребляет данная машинка ну вот по данным производитель расход топлива такого колесного вездехода составляет 36 40 литров на 100 километров это при полной нагрузке и такой ну относительно ровной дороге ну такой лесной укатанной грунтовочки на без там всяких поваренных деревьев буреломов болот и всяких ужасов реального бездорожья полная масса такого вездехода может достигать 45 тонн из них полезный грузоподъемки 25 тонн ну естественно рекомендуется не перегружать машину а даже вот немножко меньше давать груза чтобы конечно не нагружать механизм шарнирных сочленений дело в том что данный вездеход ямал поворачивает не как обычный грузовик камаз а скорее как трактор к 700 кировец то есть за счет взаимного смещения двух полурам и уже в стандартной комплектации данный вездеход оснащен фронтальной гидравлической лебедкой с тяговым усилием не менее 11 тонн она располагается под передним бампером в отдельном корпусе и отлично видна спереди также в качестве базового опта используется система ночного видения rv mp 005 дроп 1 комфорт про изображение с которой водится на отдельный 10 дюймовый монитор то есть внутри машинка оборудована всем что может пригодиться водителю при поездках по такому вот суровому бездорожью ну и вообще говоря по таким даже вот относительно популярным дорогам пока что вот таких грузовиков сделано мелкая серия таких вот прототипов да но из пресс-релизов завода очень-то не скрывается что вскоре последуют и другие вариации данных машин то есть это направление будет развиваться что в общем то хорошо хоть и возможны будут версии с не столь длинной колесной базе возможно дальше будут слегка так уменьшены габариты машины но вот посмотрим что мы увидим через год-два то есть какие последующие разработки поведет собой вот данный вездеход колесный ямал в 6 тема пока вот такой интересный грузовик вездеход длинномер из подмосковного города электросталь был у нас на обзоре всем привет до новых встреч пока не пишетесь